Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Начнем с небольшого объявления. Наш еженедельный вебинар, который мы проводим по понедельникам, так как 1 мая выходной день будет перемещен на среду 3 мая. Так что обращаю на ваше внимание, что наша следующая встреча состоится в 19.00 в среду. Прошу обратить на это внимание. Итак, начнем с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы видели попытку движения в область 1.09 после заседания Европейского центрального банка, но тем не менее локальный максимум обновлен не был. К концу торговой сессии вернулись к локальным минимумам в область 1.08.56. Пока пара не смогла обновить локальный минимум, поэтому пока тенденция остается на укрепление до тех пор, пока цена не обновит уровень в области 1.08.55. Пока торгуемся выше, тенденция остается на повышение, но на текущий момент мы видим все предпосылки на попытку ухода ниже пары евро-доллар. Пара британский фунт и американский доллар вчера ушла выше локального сопротивления в области 1.28.49, поэтому на текущий момент мы видим продолжение восходящей тенденции по данной паре. Были также обновлены максимумы 18 апреля, а на текущий момент ближайший коррекционный уровень остается также на минимуме 26 апреля в области 1.28.03. Поэтому по британскому фунту тенденцию на продолжение укрепления мы на текущий момент также наблюдаем. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое нисходящее движение и ближайший коррекционный уровень на текущий момент мы можем переместить на максимум вчерашней торговой сессии в область 0.74.93. Пока остаемся ниже данного значения, тенденция на ослабление австралийского доллара остается в приоритете. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают свое восходящее движение. Вчера был также обновлен локальный максимум, доходили до отметки 1.36.67 и на текущий момент коррекционный уровень по данной паре находится в области 1.35.19. Это минимум 27 апреля. Пара американский доллар и японская иена вчера также не смогла обновить максимумы 26 числа и на текущий момент торгуются в диапазоне. Диапазон составляет порядка 60 пунктов. Ближайший коррекционный уровень пока остается также на минимуме, который был отмечен 26 числом, то есть минимум 110.87. А пока торгуемся выше данного значения, тенденция остается на укрепление американского доллара, уход же ниже данного уровня. Может нам дать предпосылки о начале нисходящего движения по данной паре. Пара евро-фунт также продолжает свое нисходящее движение и ближайший коррекционный уровень по данной паре мы можем отметить на отметке 84.95, максимум, который был зафиксирован вчера. Поэтому краткосрочная тенденция на ослабление евро по данной паре также сохраняется. Индекс DAX торгуется вблизи минимумов 26 числа. Пока еще полноценного пробития мы не видели, но так как был обновлен исторический максимум, вполне вероятно, что для дальнейшего импульса на укрепление индекса необходима коррекция. И коррекцию мы можем увидеть после полноценного закрепления за уровнем 12.416. Пока данный уровень переодолен еще не был, возможно это произойдет сегодня, возможно на следующей неделе будем отслеживать данную ситуацию и данный момент. Золото также продолжает свое нисходящее движение и ближайший коррекционный уровень по данному инструменту мы можем переместить на максимум. 26 числа отметка 1270 долларов за тройскую унцу. Пока торгуемся ниже данного значения, основная тенденция краткосрочная остается на понижение. Нефть марки Brent продолжает свое нисходящее движение. Вчера мы видели следующий импульс уже до отметки 50.46 и на текущий момент локальный разворотный уровень находится на отметке 52 доллара 47 центов за баррель нефти марки Brent. Пока торгуемся ниже данного значения, тенденция на ослабление нефти также остается в приоритете. Ну и индекс доллара пока на текущий момент не смог закрепиться выше отметки 99.21. Это максимум, который был сформирован в понедельник на этой неделе. Соответственно, пока торгуемся ниже данного значения, основная тенденция остается на снижение данного индекса. Уход выше данного значения и закрепление за ним может нам дать предпосылки на начало восходящего движения по данному инструменту. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман и увидимся на следующей неделе. Всем желаю хороших выходных. Всем спасибо и до свидания.